Израильский бизнес поддерживает Украину, особенно в период военной агрессии РФ. Об этом сообщил посол Израиля в Украине Михаил Бродский. Он рассказал, что еще в самом начале полномасштабного военного вторжения в Украину артзавод «Платформа» в Киеве был превращен в центр помощи. Через этот центр уже было передано более 500 тонн продукции нуждающимся. И сейчас с нами на связи посол Израиля в Украине Михаил Бродский. Здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Добрый день, спасибо, что нашли время. Хотел сразу спросить, накануне посол Израиля в России предложил провести в Иерусалиме встречу президента Зеленского и Путина. Как вы думаете, может такое случиться? Ну, это предложение не первый раз обсуждается. Я думаю, что если Израиль может каким-то образом помочь закончить эту войну, то Израиль с удовольствием примет у себя президентов Украины и России. И этот вопрос обсуждался раньше на встречах, которые проводились между нашим премьер-министром и президентом России. В разговорах между нашим премьер-министром и президентом Украины. Иерусалим – это символичное место для всех, я думаю, всех людей в мире. Поэтому я думаю, что вполне такой вариант может быть реальным. Скажите, вот Израиль передает Украине каски и бронежилеты. Наша страна очень благодарна. Когда мы их сможем получить и на какую помощь еще можем рассчитывать? Израиль планирует передать Украине несколько тысяч касок и бронежилетов. Это произойдет в ближайшие дни. Я не могу назвать конкретный день, но это произойдет в самое ближайшее время. Кроме этого, с самого начала войны Израиль оказывал и продолжает оказывать гуманитарную помощь Украине. Это, прежде всего, помощь, которая касается медикаментов, медицинского оборудования. Это лечение украинских детей, украинских граждан в Израиле. Это полевой госпиталь, который был открыт недалеко от Львова, в котором уже несколько тысяч человек получило медицинскую помощь. Это как местные жители, так и беженцы, которых довольно много в этом районе. Я буквально вчера был в этом госпитале в очередной раз. Встречался там и с людьми, которые там проходят лечение, и с медицинским персоналом. Это действительно колоссальная помощь, которую Израиль с удовольствием оказывает. Именно в той области, в которой Израиль наиболее силен. У нас прекрасный опыт в лечении и раненых, и в лечении других болезней. И мы эту помощь будем продолжать. Параллельно с лечением пациентов в госпитале, израильские врачи проводили мастер-классы и обучение для украинских врачей. Там проходят сеансы телемедицины, существует специальное оборудование, благодаря которому можно помочь людям, которые не могут добраться до госпиталя. И такая работа в разных формах будет продолжаться. Мы будем продолжать присылать и медикаменты, и врачей, и будем продолжать принимать у себя людей, которым требуется медицинская помощь. Михаил, вы очень справедливо отметили, действительно, у Израиля огромнейший опыт в медицине. И спасибо вам за то, что сейчас наши граждане могут получать квалифицированную медицинскую помощь от израильских специалистов. Но в том числе у Израиля огромнейший опыт в отражении вражеских ракет. Скажите, пожалуйста, может быть, этот опыт тоже можно будет в ближайшем будущем применить и в Украине, в нашем военном? Я бы не стал ставить знак равенства между ситуацией в Украине и ситуацией в Израиле. Речь идет о разных ракетах, о разной степени угроз. Израиль помогает тем, чем может. Это помощь очень масштабная, очень объемная. Есть много стран в мире, которые поставляют Украине оружие, в том числе и противоракетные установки. Израиль действует в довольно сложных условиях. Вы знаете, что Ближний Восток – это взрывоопасный регион. И один неосторожный шаг, и нам придется платить жизнью и наших солдат, и наших граждан. Поэтому понятна определенная осторожность Израиля. С другой стороны, Израиль однозначно высказался по поводу своей позиции в отношении этой войны. Израиль поддерживает Украину. Израиль осуждает российскую агрессию против Украины, осуждает ущерб и гибель гражданских лиц и мирного населения в Украине. И однозначно и в высказываниях наших политиков, и в том, что касается голосования Израиля в ООН, вы знаете, что по всем вопросам, связанным с этой войной, Израиль голосовал в поддержку Украины. Это наша принципиальная позиция, и она никак не меняется. Более того, мы будем продолжать еще более активно помогать Украине в тех областях, в которых мы можем это сделать. Но причем не только эта помощь на территории Украины. Многие наши граждане выехали на территорию Израиля. Расскажите, пожалуйста, известно ли вам, сколько человек в связи с войной вынуждено переехали в Израиль? И где эти люди находятся? Какую помощь они получают? На данный момент, насколько я знаю, в Израиле находятся более 20 тысяч граждан Украины, которые приехали туда во время войны. Это как люди, которые получили статус новых репатриантов, это люди, которые имеют еврейские корни и имеют право на статус нового репатрианта. Так и люди, у которых нет еврейских корней, и они приехали туда в качестве беженцев. Либо у них есть близкие родственники или друзья в Израиле, либо просто они приехали в Израиль, и Израиль предоставил им статус беженца. Сейчас мы не наблюдаем большого количества желающих выехать в Израиль. В Израиль, я так понимаю, что большинство беженцев предпочитают страны Европы. Но это довольно логично, понятно, они находятся ближе, и общая граница у некоторых европейских стран с Украины. Но все, кто приехал в Израиль, получают помощь от государства, получают определенный социальный пакет и медицинское страхование и так далее. А кроме этого, израильское общество и израильтяне очень активно помогают Украине. Можно тем, кто видит, что происходит в Израиле, могут понять, что израильское общество на 100% поддерживает Украину. И мобилизовалось для того, чтобы оказать в Украине гуманитарную помощь в самых разных сферах. Это все видно в социальных сетях, это видно в общении. У многих в Украине есть друзья и родственники в Израиле, и они знают, насколько Израиль поддерживает Украину. А вот эти беженцы, которые переезжают в Израиль, 20 тысяч человек, они все по родственной связи туда переезжают? По-разному. Части из них приехали, как я сказал, по еврейской линии, они имеют право на статус новых репатриантов. Примерно половина из них. А другая половина – это люди, у которых нет еврейских корней, но они приехали, потому что у них есть друзья или у них есть родственники в Израиле. Есть кто-то, кто может о них позаботиться. И они также находятся в Израиле на законных основаниях, получают поддержку государства. Кроме этого, на момент начала войны в Израиле находилось несколько тысяч нелегальных граждан. Нелегально находилось несколько тысяч граждан Украины. Все они получили возможность сортоваться в Израиле и легализовать свой статус в Израиле. Михаил, я не знаю, у меня есть еще один вопрос, компетентно ли вы его комментировать. Все-таки еще о вооружении хотел поговорить. Сегодня Россия снова продемонстрировала всем свою очередную ракету «Сармат». Но я знаю, что не так давно в Израиле продемонстрировали тоже сверхмощную лазерную пушку. Слышали вы об этом? Что это за вооружение? И для чего оно предназначено? И может ли в Украину быть поставлено такое вооружение? К сожалению, не могу вам ничего об этом сказать. Честно говоря, не в курсе всех подробностей. У Израиля есть современное вооружение, с которым мы не всегда можем делиться с другими странами. Либо из соображений секретности, либо из тех соображений, что это вооружение было создано совместно с какими-то другими странами. Или частными компаниями, которые не дают разрешения на его передачу третьей стороне. Но, как я уже сказал, мы оказываем помощь Украине в разных областях. Не обо всем можно говорить. Но последняя информация, я думаю, что она отражает ситуацию о том, что Израиль готов передать и собирается это сделать в ближайшее время. Каски, бронежилеты в ответ на обращение властей Украины. Спасибо огромное за всю помощь и спасибо за то, что нашли время, вышли в эфир проекта Freedom. С нами на связи был Михаил Бродский, посол Израиля в Украине. Спасибо вам. Всего хорошего.